Обратитесь, пожалуйста, в администрацию. Подписание официального документа между жителями улиц Карьерная и Снеговая и Владивостокским бутащебеночным заводом – момент значимый, хоть и происходит без всякой помпы. С этого момента дома на карьерный завод взял под свое шефство. Предприятие построит здесь новую детскую площадку, будет проводить субботники, а также для удобства людей смонтирует на заводе новое оборудование для шума и пылеизоляции. Соглашение удалось достигнуть, потому что в протокол внесли большинство тех пунктов, которые выдвигались с нашей стороны. То есть помимо благоустройства территории, собственно говоря, нашего микрорайона, принять участие в реконструкции улицы Карьерная, которая у нас постоянно страдает от отсутствия ливневой канализации. 30 октября Департамент природных ресурсов наконец согласовал предприятию «Технический проект». Основной документ, в соответствии с которым предприятие ведет добычу полезных ископаемых. А 1 ноября это же ведомство, наконец, продлило предприятию лицензию на право пользования недрами. Сегодня с завода сняты все претензии, которые мешали спокойной работе бутощебеночников в течение двух лет. За ними тоже стоят люди, которые работают, порядка 1200 человек, которые в сегодняшний день также просят с другой стороны, чтобы дали разрешение власти на ведение хозяйственной деятельности. Но мы не можем, пока не будет договоренности, как есть поручение губернатора, с жителями. Пока жители не примут решение, не будет консенсус, договоренность. Да, подписывайтесь протокол, мы начинаем работать. Большую роль, отмечают сотрудники завода, возобновление их работы сыграло то, что судьбой одного из старейших и стратегически важных для региона предприятий заинтересовалось новое руководство региона. На встрече с работниками ВБСЧЗ в Рио губернатора Приморья Андрей Тарасенко поставил перед ними социальную задачу – взять шефство над жителями улицы Карьерной. Это решение должно было прийти, я считаю, и раньше, потому что шефствовать над ближайшими районами необходимо, я считаю. Эта встреча очень своевременна, правильно, и это нужно делать. И губернатор в этом вопросе тоже имеет свое мнение в этом же русле, что да, необходимо, чтобы всем было комфортно. Своё право на работу бытощебёночники отстаивали во всех инстанциях. Бились в судах, писали письма президенту Владимиру Путину и полпреду Юрию Трутневу, устраивали митинги и даже одиночные пикеты. И, наконец, их услышала новая краевая власть. Лицензию предприятию продлили до 1 апреля 2034 года, а значит, ещё 17 лет ВБСЧЗ сможет работать без всяких ограничений. Олег Завьялов, Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.